Здравствуйте! В сегодняшнем видеообзоре мы рассмотрим две модели не совсем обычных якорей, которые могут быть с успехом применены на небольших лодках. Это якорь-присоска и якорь-непотеряйка. Приятно отметить, что данная продукция выпускается в России, а именно ООО «Опытно-конструкторское бюро «Радикал», которое находится в городе Фрязино Московской области. Я думаю, мне и вам сейчас будет интересно рассмотреть каждую модель, посмотреть, как все устроено и как все работает. На самом деле модельный ряд не то чтобы очень широк, но, как видите, ассортимент все-таки присутствует. У меня на столе два якоря, которые называются присоски, и три якоря, которые называются якорь-непотеряйка. Итак, давайте рассмотрим каждую модель поподробнее. Начнем с якоря присоски. Перед вами якорь на 5 кг и его чехол. Именно такая комплектация обозначена заводом-производительными. В магазине тоже самое. Вы, приобретая якорь, получите якорь плюс чехол. И 25 метров фала непосредственно вместе с якорь. Обратите внимание, фал на этом якоре уложен в такой желоб, который непосредственно уже в самом якоре. И это очень удобно, потому как к данному якорю не требуется отдельно мотовило для намотки якорного фала. В принципе, это, я считаю, это плюс данной конструкции, плюс данного якоря. В чехол якорь укладывается легко. С этим никаких сложностей возникать не будет. На чехле есть застежка. Велкро, липучка и ручка для переноски. Также вы видите две вот таких вот проушины, которые можно продеть либо ремешок, либо веревку, либо куда-то якорь. Это еще зацепить непосредственно на штатное место, чтобы он хранился там. В принципе, все достаточно удобно. Хочу заметить вот на такие вот вещи. Вот видите, чехольчик немножко протерся. Хотя якорь еще, по сути, не был в эксплуатации. Просто перемещался со склада на склад. Чехольчик этот не очень толстый. И со временем я осмелюсь предположить, что он будет протираться. Вот здесь вот видите тоже и потертости. Но вечных вещей не бывает. Я думаю, если вы зададитесь целью, то сможете сделать какой-то свой чехол для этого якоря. Сейчас мы это рассматривать не будем. Самое интересное, что дает нам этот якорь, на каком грунте он будет работать и как его использовать. Производитель заявляет, что данный якорь предназначен для песчаных и илистых грунтов. Когда якорь падает, его кромка немножко взрывается в песок или ил. И образуется такой эффект присоски, так как у нас с обратной стороны и с этой тоже такая вот полость. И он как бы под вакуумной присоской присасывается ко дну и этим самым держит воду. Якорь можно привязать несколькими способами. Для этого здесь есть такая вот планочка. Способ номер один. Специальными узлами я сейчас вязать не буду. Для того, чтобы просто продемонстрировать, вы уже привяжете это специальными узлами. Есть и такой вариант вывода якорного фала. Фал привязывается здесь узлом. Делается один или два оборота. И через эту вот проушину фал уже выходит наружу и ведет к лодке. Соответственно, получаем в принципе то же самое. Якорь должен отлично работать. Для защиты от коррозии производитель покрыл якорь в термополимерном покрытии, которая действительно достаточно прочная. Она не откалывается. Я думаю, что это действительно неплохая защита от ржавчины. Далее у нас якорь не потеряйка. Модель не потеряйка 4. Соответственно, 4 это у нас его вес. Здесь как бы все отдельно просто. Вот и рассмотрим конструкцию этого якоря. Я вам расскажу в чем его прелесть. Вы можете видеть, что это конструктивный классический якорь Денфорта. Лапы вверите. Лапы имеют угол наклона приблизительно 75 градусов вертикали в каждую сторону. И поэтому этот якорь очень хорошо зацепляется за грунт. Он очень хорошо держит, обладает большой держащей способностью. Но обратная сторона таких якорей в том, что если якорь очень хорошо засел в грунт, его трудно вытащить. Поэтому в данном якоре применена такая конструкция, где якорный фал может выходить к лапам. И смотрите, если сейчас потянуть зафал вертикально вверх, то увидите, что он поднимается лапами вверх. И при подъеме по сути образуется одна плоскость, которая намного проще выходит из любой расщелин. И для того, чтобы изменить центр тяжести, здесь как раз есть металлический набалдажник, который позволяет перевернуть якорь вверх лапами. Вот в этом и заключается эффект якоря не потерявления. Потому как в нормальных условиях у нас обыкновенный якорь Денфорта. Но если у нас произошел зацеп, мы заходим на лодки с обратной стороны, либо под якорь. Пальцо перемещается и якорь поднимается лапами вверх. В комплекте к каждому якорю не потеряйки вот такое вот пластиковое мотовило, на котором 25 метров капронового якорного пала. Это очень даже неплохо, однако хочу заметить, что для морской рыбалки это совершенно ни о чем. Потому как у нас и на 30 и на 40 метрах вполне себе рыбалка. Вот, ну, ничто не мешает удлинить якорный фал. Для этого видите, что на мотовилле еще есть достаточно места. Но, тем не менее, с фалом и мотовиллом это намного лучше, чем просто якорь без всего этого. Как я уже говорил, каждый якорь имеет свой чехол, либо сумку для хранения. Об этом позаботился производитель. В этом чехле можно якорь хранить, перевозить, что, в принципе, неплохо. От себя же хочу заметить, что вот такой вот небольшой якорь спокойно помещается в пятигалонное ведро. Это достаточно популярная емкость среди рыбаков. Так называемая народная мерка. Якорь мотовилла с якорной фалом. Видите, там все замечательно разместилось. Однако, на 4 килограмма лапы уже большие. И он сюда попросту не влазит. Если якорь с присоску мы сюда разместим, тоже вполне нормально. Она помещается вот в такой вот тарь. Это сведения, скажем так, дополнительные и ни к чему вас не обязаны. Также вы можете заметить, что по аналогии с якорями-присосками, каждый якорь непотерейка обработан термополимерным покрытием, которое предотвращает развитие очагов коррозии. На якоре отсутствуют потенциально опасные для ПВХ лодок места, от которых можно повредить баллон. Края лап закруглены. И конструктивно нет таких деталей, которые могли бы прорезать или как-то проткнуть борт лодки. В принципе, об этом заявляет производитель, что конструкция якоря такова, что его безопасно эксплуатировать на надувных лодках. В принципе, подержав такой якорь в руках, в этом вполне убеждаешься. Что ж, я думаю, каждый из этих якорей и якорь непотеряйка, и якорь-присоска достоин того, чтобы занять место в вашей лодке. Все будет зависеть от того, какой грунт в месте ваших любимых рыбалок. Если грунт песчаный и ириский, то можно использовать якорь-присоску. А если грунт разноплановый совершенно, может быть песок, может быть галька, тогда якорь-потеряйка более универсальная, у него все-таки более высокая держащая сила. И откровенно радует появление новых моделей, появление какого-то нового конструктива. И вдвойне радует, что данная продукция делается у нас в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова